Мы же переходим к следующей теме, будем говорить о европейском политикуме, а конкретно кто сейчас руководит Европейским Союзом и кто сейчас является лидером. Во Европе инфляция в еврозоне сейчас бьет рекорды. В июне рост потребительских цен составил 8,6% в годовом измерении. Основная причина такого резкого роста это в том числе подражание энергоносителей, продуктов питания. Как такие изменения сказываются на общественных настроениях в Европейском Союзе могут ли они повлиять на политику конкретных государств ЕС и конкретных лидеров этих стран. В следующем материале узнаем детальнее. Рост цен в Европе становится все ощутимее. В июне самую высокую инфляцию зафиксировали в Эстонии – аж 22%. Это наибольший показатель за последние 25 лет. И прежде всего такая ситуация связана с подорожанием энергоносителей. В июне их стоимость в среднем по ЕС увеличилась почти на 42%. Это не связано с большими санкциями. Это связано с тем, что Россия ведет экономическую войну против Европы. Шантажирует ее, ставит неприемлемые условия, расчетов. И, соответственно, также ухудшает, скажем так, поставки, создает искусственный дефицит и так далее. На общий показатель инфляции повлияло и значительное удорожание продуктов, алкоголя и табака. По ним прирост составил почти 9%. К увеличению цен на сельскохозяйственную продукцию привела прежде всего блокировка России и украинских портов. Никто даже не мог подумать, насколько Украина играет важную роль в мировом обеспечении продовольственными товарами. Мы просто не можем вывести весь тот товар, который у нас сейчас есть. Потому что наша западная граница, она не рассчитана на те объемы продукции, которые мы экспортируем. Мы очень много экспортировали море. Сейчас наше море заблокировано. Европейцев больше всего волнует влияние войны России против Украины именно на стоимость жизни и цены на энергоносители, а также возможное применение агрессорам ядерного оружия. Эти два пункта назвал 61% опрошенных. Свидетельствуют результаты исследования, проведенного Европейским Советом по международным отношениям. При этом угроза российского вторжения в другие страны Европы тревожит лишь 42% респондентов. Они думают в первую очередь о себе. Они видят, что война затягивается непонятно насколько. И вот продовольственный кризис, энергетические последствия, на них оно косвенно также влияет. Они думают, каким образом обезопасить себя. Инфляцию и назревающий кризис в Европе могут попытаться использовать популистские движения в странах ЕС для расшатывания ситуации, утверждают эксперты. Во Франции одной из причин, по которой коалиция Макрона потеряла большинство в парламенте, было именно отсутствие убедительных аргументов по преодолению роста цен. В Италии также в следующем году может появиться ультраправое правительство. Главный риск, то, что мы боялись от Мариели Пен во Франции и вот этой новой ультраправой возможной потек. Коалиция это то, что будет сокращение помощи Украины, будет риторика о том, что надо мириться, будет постоянное давление со стороны этих самых Италии и, возможно, других стран Западной, Старой Европы на Украину, чтобы было жертвы территории Украины. По словам международников, для сохранения единства внутри Европейского Союза, властям необходимо проводить активную работу с общественностью и постоянно объяснять ей важность консолидации в противодействии России для достижения общей безопасности. Когда общественность будет говорить, что мы готовы терпеть некоторые определенные материальные лишения, но мы понимаем, что мы поддерживаем, мы понимаем, что это цена за свободу, за наши ценности, это возможно. При правильных публичных кампаниях, при правильной публичной дипломатии такие акции можно проводить. Вот тогда это будет оказывать давление на политиков. Также следует выработать новую общую экономическую и финансовую политику и как можно скорее пересмотреть мировые цепочки поставок, чтобы исключить спекуляции на ценах. Нам нужна система, во-первых, с большим количеством поставщиков. То есть мы должны создать на рынке, на любом рынке, на газовом, нефтяном, пищевом, каком угодно, большую конкуренцию. И, соответственно, если один из них угасает или идет перераспределение экономики, таким образом у нас все равно есть эти источники. Искать новые источники энергии, например, замещать российскую нафту за счет нефти Венесуэлы, увеличения добычи нефти Саудовской Аравии, например, других поставщиков, тех же Соединенных Штатов Америки, увеличение импорта из Катары. Эксперты акцентируют, что важно всеми способами избегать монополий и исключительно во влиянии отдельных стран в разных сферах. Иначе мир опять скатится в неоколониализм. И восстановится порядок, в котором будет только несколько центров силы, диктующих всем свои условия. Наталья Волошина, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA. Сейчас с нами на связи Антон Кучухидзе, политолог-международник. С ним мы будем обсуждать детальнее эту тему. Антон, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Вот мы говорили как раз с нашей коллегой, корреспонденткой ТРК «Украина» Аллой Чижин. Она включалась, была с нами на прямой связи из Лугана, Юг-Швейцарии, где проходит конференция сейчас по восстановлению Украины. Один из вопросов, который мы с ней коротко обговорили, это не чувствуется ли усталость в той же Швейцарии от европейских политиков по поводу Украины. А если говорить об обычных жителях еврозона, усталость от войны, о которой пишут все больше западные СМИ, рост цен, высокие цены на энергоносители, да банально на то же топливо. Мы сейчас видели коротко, но тем не менее в вышеупомянутом материале ценники на бензин в европейских государствах, цены, пояснили для наших зрителей, они были в евро, то есть полтора евро примерно за литры и многое другое. В совокупности все эти факторы, они не могут повлиять на видение жителей европейских государств на будущее самого Евросоюза. А зачем нам быть в Евросоюзе, если сейчас вот наша жизнь подвергается такому кризису? Это достаточно спорный вопрос. То есть я согласен с той частью тезиса, что, конечно же, негативные последствия сказываются на простых европейцах. Последствия я имею в виду войны, которую развязала Российская Федерация против Украины. Но с другой же стороны давайте смотреть, что в принципе в среднем по социологическим опросам более 60% европейцев поддерживали кандидатство Украины в Европейском Союзе. Это приблизительно такая же цифра в виде большинства поддерживает и дальнейшее углубление и интеграцию Украины в Европейский Союз. И второй очень немаловажный момент – это то, что миграционная политика, то есть украинские мигранты, они, давайте объективно говорить, не только проблемные и в разы трудолюбивые, нежели, например, представители других стран. Если мы вспомним 15-16 год, какие социальные проблемы были как раз-таки во многих европейских столицах, связанных с тем, что мигранты из Северной Африки или Ближнего Востока не хотели работать, не хотели социализироваться, не хотели принимать условно правила игры, которые существовали в том или ином государстве. Но даже несмотря на все эти проблемы, двери европейцев были открыты, они все равно пытались интегрировать эту часть общества более широкую, часть общества предоставить социальную защиту, условия образования и так далее, и так далее. Поэтому, да, конечно, у них есть проблемы. Но у нас у украинцев в 100 раз больше проблем, нежели у европейцев. И более того, я же могу и перевернуть этот вопрос. Почему у Украины сегодня такие вопросы? Да потому что европейцы когда-то давали много денег за российскую нефть и газ. 20 лет Германия лоббировала интересы Российской Федерации в рамках европейской политики, в рамках политики Европейского Союза по энергопотреблению и так далее. Получается, что деньги, которые они заплатили, теперь ракетами летят на Украину. Поэтому мы, откровенно говоря, в равной ситуации и страдаем по одной причине. Потому что Европа когда-то сделала неправильную ставку на сближение с Российской Федерацией. Было более категорично по отношению к Украине, государству, которое сегодня защищает как раз-таки те ценности, которые заложены были в Мастрисском договоре когда-то в Европейский Союз. Поэтому демократию защищаем мы сегодня. Безопасность многих европейских государств, у которых сегодня цена растет на молоко или другие продукты питания, защищает именно как раз-таки Украина. Конечно же, громадная благодарность отдельным столицам Европы и мира, которые поддерживают нас оружием. Но такова реальность. Безопасность, она взаимозависима. И ставка немцев на то, что Россия успокоится только на том, что они будут зарабатывать сотни миллиардов долларов, и это поможет поменять логику внешней политики Российской Федерации, она не сработала. Поэтому давайте об этом тоже говорить. И я уверен, что украинцы ни в одной стране мира не будут ни для кого проблемой, а только смогут дополнить любое общество своим культурным и духовным богатством, своим трудолюбием и своей красотой. Ну и все-таки, это безусловно, и все-таки, если переходить уже к конкретным примерам отдельных стран, во Франции Эммануэлю Макрону еще весной дали граждане Франции очень хороший такой аванс доверия, скажем так, а летом уже несколько спустились с небес на землю, как бы высокопарно это и не звучало, но тем не менее уже должной поддержки, на которую, я думаю, рассчитывал сам Макрон, уже не оказали. Если, собственно, политик теряет влияние, влиятельность, уровень своего влияния внутри страны, то не приходится же уже говорить о таком глобальном влиянии на общеевропейском уровне. О чем это свидетельствует? Глобальное влияние на общеевропейском уровне господин Макрон потерял фактически сразу же 24 февраля 2022 года. Вопросы, которые вы поднимаете, они являются глубоко стратегическими и имеют право рассматриваться как раз-таки в контексте многих политических процессов. Если мы вспомним 2019 год, то тогда господин Макрон очень сильно активничал, хотел действительно быть от Европы главным дипломатом. Он понимал, что Меркель уходит и эту нишу лидерства в том же Минском процессе, в том же Нормандском процессе может взять Франция на себя. И он прикладывал много усилий. И он там много проводил переговоров. Переговоров вспомним и Парижский саммит в декабре 2019 года и так далее, и так далее, и так далее. Но в результате что? Россия пошла войной против Украины. А это значит конец не только лидерства Макрона на общеевропейском уровне, но и конец лидерства Германии. И в принципе это эпохальная вещь, потому что более 20-летняя политика Германии и Франции по слиянию капиталов в совместном бизнесе с Российской Федерацией, по лоббированию отдельных российских энергетических интересов и так далее, и по пустительству, например, проблем, которые были у независимого государства Грузия в результате агрессии России в 2008 году, они фактически закончились фиаско. То есть почему Россия пошла на Украину войной в 2022 году? Да потому что Украина не реализовывала русское прочтение Минских соглашений. Поэтому все там манипуляции от российской стороны, которые они реализовывали против той же Германии, Франции, да, они поняли, что ни Германия, ни Франция на Украину влиять не сможет, и украинская сторона и президент Зеленский и Министерство иностранных дел четко заявляла позицию, что ничего про Украину без Украины. Так и получилось. Поэтому даже россияне поняли, что уже лидеры европейские достигли предела лоббизма их интересов и начали сами решать эту проблему, которая стала общеевропейской проблемой для европейской системы безопасности. Поэтому лидерство он давно потерял. Ну, начиная вот даже с тех переговоров. У нас просто есть ограниченное время в эфире, очень хочется успеть с вами больше обсудить по поводу того, что лидерство действительно утрачено. Хотелось бы привести пример еще Олафа Шольца, политика канцлера Германии, довольно 39% жителей страны, об этом свидетельствуют результаты опроса, и рейтинг популярности канцлера снизился до самого низкого уровня с момента его вступления в должность в декабре еще 2021 года. 64% респондентов считают политику господина Шольца осторожны, при этом только 37% уверены, что он может успешно провести страну через кризисный период. 33% назвали его позицию по ситуации в Украине убедительной. Большей популярностью пользуются, все-таки, глава МИД Германии Налина Бербак и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабак. Вы говорили о том, что ни Макрон, ни Шольц не смогут занять эту нишу лидерскую, условно говоря, вместо Меркель. А кто может? Да, давайте конкретизируем, попробуем конкретизировать. Марио Драги находится в нестабильном состоянии, скажем так, потому что ультраправая партия может тоже стать одной из представителей власти в Италии. Складывается впечатление, что главный сейчас политик Евросоюза, европейского континента, это Урсула фон дер Ляйн, президент Еврокомиссии, который является фарватором в теме Европы, которая говорит об Украине в том числе, говорит об опасности Российской Федерации. Но и складывается впечатление, что вот эта вот традиция того, что одно государство, один лидер должен быть, только Меркель, Макрон, оно отходит уже в небытие, кануло в лету. Вам так не кажется? Конечно же, происходят колоссальные изменения. Я скажу так, будет реализована концепция нескольких лидерских блоков. Вы абсолютно справедливо отметили госпожу фон дер Ляйн. То есть сегодня в рамках Европейского Союза свою мощь набирают как раз таки представители наднациональных институций, как госпожа фон дер Ляйн. Это одна сторона. В принципе, госпожа фон дер Ляйн выявилась как раз таки одной из самых главных лоббистов предоставления статуса кандидатства Украине. И плюс она много внутри работала, чтобы убедить многих лидеров. Ее визит в Венгрию в том числе и так далее. Вторая часть. Все-таки Германия, Франция, Италия как представители Старой Европы будут держаться вместе. Ну, это по-любому. Даже вот обратите внимание, визит и встреча с президентом Зеленским они реализовывали втроем. Это значит, что у Старой Европы свое видение. Дальше у нас появляется, уже давно появился новый центр силы и влияния в европейских делах. Это Польша, которая будет объединять вокруг себя большинство как раз таки государств Центральной и Восточной Европы. То есть они будут примыкать и продвигать свое видение. Туда и Балтийские государства входят. Следующий блок будет страны, которая паразитирует. Это Венгрия. Это очевидно. И за счет усиления влияния Польши стран Балтий мы увидим такую себе вовлеченность Британии и США в европейские дела. Вот такой сложной будет картина лидерства в рамках Европейского Союза и картина потенциальных тех решений, которым будут склоняться как раз таки европейские лидеры во многих европейских столицах. Потому что обратите внимание, сколько было переговоров у господина Джонсона и Макрона, у господина Джонсона и Шольца по поводу того, что все же стоит уже и Франции, и Германии начать военную поддержку Украины. То есть о чем мы говорим? Да, Великобритания вышла с Европейского Союза, но в то же самое время она имеет механизмы как бы убеждать своих партнеров по НАТО. Ну то есть вот в этом и есть дуализм. Они как бы вышли, а с другой стороны у них общая политика безопасности осталась все равно в рамках НАТО. Убеждать этих столиц и как раз таки принимать те тенденциозные решения, решения, которые на повестке дня и которые, скажем, приняты в Лондоне и Вашингтоне. Добавим еще так же, ну скажу, что президент Украины Владимир Зеленский с 24 февраля по день сегодняшний он стал, если не политическим лидером Европы, то точно ментальным. Как минимум его поддерживают народы, некоторых государств европейских. Да, его выступления всегда встречаются овациями, с аплодисментами, многое-многое другое. Но Украина, во-первых, не член Евросоюза, кандидат только. Скорее всего, к 2029 году, по официальной информации, и станет, получит членство в Европейском Союзе. То есть президент Украины Владимир Зеленский пока не может стать лидером. Украинский президент, каким бы он ни был к 2029 году, пока что не может стать лидером Европейского Союза. Если вообще к 2029 году будет Европейский Союз в том виде, в котором существует сейчас. А Польша? Да, в Польше, по словам представителей ЕС, есть проблема с верховенством права. И протесты, которые также проходили в Польше, они подтверждение тому. Верховенство права, оно, скажем так, с этим Венгрия и Польша схожи. И именно по этому аспекту у Европейского Союза есть претензии к Польше. Но тем не менее, Анджей Дуда, лидер Восточной Европы, один из лидеров Восточной Европы. Какое он место может занять в будущем? Для Европейского Союза в целом у нас буквально минута. Ну, условно говоря, есть рабочая версия разделения сфер влияния в рамках Европейского Союза. Это новая и старая Европа. Вот как раз-таки Дуда может претендовать на роль лидера новой Европы в рамках Европейского Союза. То есть это пояс от Балтии и все страны Восточной и Центральной Европы. И более того, он себя так уже ведет, когда он выступал в парламенте Украины. Он четко сказал, что господа премьер-министры, фактически обращаясь как раз-таки к Шольцу и представителям Франции, что после Буча, Ерпеня и Гастомеля не может быть бизнес-из-южил с Российской Федерацией. То есть это было прямое его обращение как отдельного лидера, участника действительно Европейского Союза, но лидера с особым мнением по тому, как эти страны должны вести себя против Российской Федерации. Огромное спасибо за ваш анализ. Я напомню, что Антон Кучихидзе был с нами на связи, политолог-международник. Продолжение следует...